Ребята, всем привет! Сегодня у нас супер разрушительный видеоролик с нашей любимой Кока-Колой Здесь 8 бутылок Каждую из бутылок нам нужно будет защитить с помощью брони из различных материалов Вы наверное спросите, из каких? Одним из таких материалов будет конструктор Лего Из этого конструктора мы построим с вами вот такую вот крепость Правда она будет больше Внутрь нее мы поместим нашу колу И при ударе всю нагрузку на себя возьмет именно эта крепость А наша бутылка не пострадает Ну, по крайней мере я надеюсь на это Следующее, чем мы защитим нашу колу, это средневектовая кольчуга Я думаю, рыцари неспроста ей пользовались Значит она как-то помогает Я думаю, от колющих вряд ли, а вот от режущих наверняка Ну а выглядеть это будет примерно вот так По-моему, очень даже симпатично Пенопласт На самом деле я не знаю, что нам ожидать от этого пенопласта Ну, он очень плотный и в принципе это может сыграть нам на руку Скотч Вот в чем в чем, а в скотче я уверен на 100% Но это будет выглядеть не так Мы просто намотаем большое количество скотча на нашу бутылку Фольга Но это будет все выглядеть не так Мы просто мотаем нашу бутылку большим количеством фольги Канцелярские резинки Настолько, насколько это возможно Мы обтянем всю нашу бутылку канцелярскими резинками И у нас остались последние две бутылки Две брошинки Но для их защиты нам нужно время Одну из них мы погрузим в желе А вторая застынет во льду Ну, а разрушать мы все это будем с помощью настоящего мачете Для того, чтобы вас окончательно убедить, что это настоящая мачете И что она острая просто как бритва Сначала я ударю по бутылке без брони Раз Два Ну, я думаю, вы поняли, что это реально очень острая вещь И с ней нужно будет очень аккуратно Теперь давайте перейдем к нашей брони Первая броня, которую мы с вами проверим Это броня из скотча Ребят, здесь 100 слоев скотча 100 слоев Я думаю, вам видно, что бутылки не видно вообще Мне очень интересно, что же сейчас произойдет Вот напишите в комментариях, как вы думаете Смогу ли я с помощью мачете разрубить эту колу Погнали Раз, два Я даже не почувствовал просто Как масло рубанул Посмотрите, сколько здесь просто скотча Ребят, вы посмотрите только, какой идеальный срез Просто идеальнейший Я ничего не почувствовал Такое ощущение, что булку хлеба просто ударил И разрезал пополам Мне кажется, этот мачете не остановит вообще ничего Давайте перейдем к следующей броне Ну что, ребят Броня из канцелярских резинок Здесь примерно 500 резинок Мы побоялись натягивать больше Потому что бутылка может взорваться Еще до удара Пугает еще то, что если я все-таки доберусь до бутылки Бутылка бахнет Бахнет хорошо прям Раз Давай Ну, как бы тут без вариантов Если бы не было резинок Я бы дорезал бы до конца 100% Но резинки сдавили эту часть И дорубить до конца у меня не получилось Я просто ее сбил с места И даже оторвал кусок Кусок фанеры Короче, ребят Как вы поняли Использовать резинки в качестве брони Ну прям такой-си Тем более против мачете Но ничего У нас остались еще и другие варианты Которые, как я думаю Смогут дать отпор Этому мачете Следующий у нас идет Пенопласт Вот от пенопласта можно ждать Все, что угодно Вы только вспомните ролик Когда мы стреляли Из пенбольного маркера Тогда пенопласт, между прочим Сдержал шарик Даже не знаю, что сейчас будет Знаете, сейчас как-то Начал сомневаться Мне кажется, что У пенопласта просто нет шансов Раз Два В какой-то момент Я немножко засомневался Но когда увидел это опять лезвие Понял Все, капец Броня из лего Вот я не знаю, как себя поведет сейчас лего Но все равно я сомневаюсь Мне кажется, что это пробить невозможно Напишите в комментариях, как думаете вы Блин, стрёмно, стрёмно бить Раз Раз Два Трёп Три Три Я не понял, что произошло Я закрыл глаза в один момент Ребят, честно Я готовился к тому, что я не разобью бутылку Я был уверен Я уже подготовился Уже морально К тому, что ничего не получится И она разлетелась Я даже не знаю, что сказать Потому что я охренел Я охренел По-моему, это было очень мощно И очень эффектно Но знаете, с чего я больше всего охренел? Это с того, что на моем канале Миллион подписчиков Один миллион подписчиков Это невероятно круто И я хочу сказать каждому из вас Огромное спасибо На один миллион подписчиков Я обещал вам сделать конкурс Где я разыграю ценные призы И я его проведу Но проведу среди своих именно подписчиков Поэтому, если вы еще не подписаны на канал Спускайтесь вниз И нажимайте на красную кнопочку подписаться Сделайте ее серой А также поставьте лайк под этим видеороликом И в комментариях напишите Я участвую И ссылочка на соцсеть Розыгрыш пройдет в прямом эфире В моем инстаграме Ссылочка вот тоже в описании Можете подписаться Точнее вам нужно подписаться Чтобы ничего не пропустить Всего будет три призовых места За первое место вы можете получить PlayStation 4 За второе место наушники AirPods И за третье место Трехосевой стабилизатор для телефона Если вы увлекаетесь съемкой Или снимаете ролики на YouTube Это просто незаменимая вещь Так что подписывайтесь на канал И ставьте лайк Ну, давайте разрушать дальше Слушайте, ну, выглядит прям очень уверенно Такой слой фольги Считайте, металл Посмотрим Останется ли что-то от нее После удара мачете Раз Пока что ничто не смогло остановить наш мачете Но это только пока что У нас припрятаны такие козыри Переходим просто к жесткой артиллерии Ну что, ребят Желе Вот честно Сегодня можно ожидать все, что угодно В этом видеоролике проходят такие вещи Я вроде говорю, что точно Мы не пробьем В итоге мы пробиваем Короче Честно Мне кажется, что Не получится разрубить Желе очень мягкое Да Оно очень эластичное Оно хорошо подастся Резки Но Почему-то мне кажется Что ничего не получится Мне кажется, что Желе погасит всю энергию От мачете И Я хоть и доберусь до бутылки Но я не разрублю ее Раз Два Три Слушай, ну прямо здесь видно, что идеальный срез Ребят Ребят, из-за того, что желе очень упругое Мачете запросто вошло Но не смогло дойти до конца Потому что энергия поглотилась То есть я ее просто сбил с места Прорубив лишь половину Но по факту Желе не смогло спасти Нашу колу От нашего мачете Очень печально Переходим дальше Броня из настоящего льда Ребят, вы не представляете, как было сложно сделать эту формочку Это уже вторая формочка Потому что первая просто развалилась Мы сделали новую Выглядит очень уверенно Прям такой Очень твердый кусок льда Посмотрим Я уже не знаю, что будет Давайте ударим Знаете, такой страх появился при ударе Вы представляете, если осколочек льда прилетит и выбит внизу Как это будет? Надо закрыть рот Раз Два Три И она абсолютно целая Подожди Зараза Кусок льда, прикинь За шиворот попал Это вот этот кусок, что попал? Я не знаю, какой там попал кусок Ребят, мы смогли спасти бутылку колы С помощью брони из льда Мне кажется, это реально очень круто Я ударил максимально сильно Но пробить не смог Первая бутылочка колы, которая выжила Все, ее можно отпустить домой Она молодец Переходим к следующему Ну что, ребят Мы переходим к самой мощной К самой жесткой броне Кольчуга Это Кока-рыцарь Но Кока-рыцарю не хватает Кока-шлем Теперь он готов Принять этот Равный бой Не знаю, что получится И получится ли вообще что-то из этого Главное, чтобы вот эта хрень не отлетела мне в лицо Погнали Прям рубани как следует Сажу ему Меч в спину Поверни голову, когда я с тобой разговариваю Раз По-моему, кольчуги вообще пофигу Ну, бутылка целая Вот я прям давлю на нее Ниоткуда ничего не капает Ниоткуда ничего не выдавливается В принципе, это было ожидаемо Если бы я сейчас разбил бы кольчугу Ударом бы мачете Кстати, я очень сильно затупил мачете Очень сильно Прям видно удар Вот он Это реально жестко Но если бы я пробил бы эту кольчугу Я бы, наверное, вообще бы охренел Потому что Потому что это невозможно Не зря же реально Рыцари использовали такую штуку Значит, она помогала реально По итогу могу сказать, что Сегодня только две брони Смогли спасти Нашу бутылку колы Только две бутылки колы спаслись Это броня из льда И броня из кольчуги Все остальное мы разрубили Просто одним ударом Я надеюсь, вам нравятся Такие видеоролики Вы поставите лайк Подпишитесь на канал Также не забывайте про конкурс Спасибо большое, ребят, за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok